Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. А по Волге вверх ледокол. Навигация в этом году началась на две недели раньше. Закроют ли на карантин? В одной из самарских школ дети заразились туберкулезом. Ситуация на контроле. Из-за участившихся несчастных случаев квартиры самарцев проверяют специалисты. На минувшей неделе открылась переправа до Рождествена. Навигация в этом году началась раньше. Путь омиком расчищал ледокол «Терек». Эксклюзивные кадры в репортаже Елены Малютиной. За штурвалом «Терека» капитан с 40-летним стажем Сергей Финенко. За годы своей работы он прошел по рекам сотни тысяч километров. На ледоколе бороздит речные просторы третий год. Говорит, машина надежная и ни разу не подводила. Активная фаза ледохода на реке Самара затруднила сообщение «Самара рождественно». Сотрудники судоходной компании стремятся быстрее открыть навигацию. Надо как-то людям добираться. Куда там? На работу? Я не знаю. В школу? Куда там они ходят? Ходят. Сейчас тут мы в Оловску вскроем, пойдут воники. Уже, как говорится, бык наладился. Посмотрим, как дальше лед там будет стоять. Сегодня, если до вечера все здесь пройдем, то будет хорошо. Видите, как идем? Ну, медленно идем. Ледокол «Терек» может расколоть льдину толщиной до 40 сантиметров, а шугу – и до 60. Обычно самые активные месяцы работы приходятся на ноябрь, декабрь и середину марта. Но в этом году уже сейчас на Волге почти нет льда. Аномально теплая погода и работа ГЭС способствуют обильному образованию торосов, промоины и накоплению льда у береговых линий. Из-за сложной ледовой обстановки в этом году навигация началась непривычно рано. Следит за сердцем корабля Вячеслав Дудин. Мощность судна – 2000 лошадиных сил. Для механика дизельный мотор – как конструктор для ребенка. Ежедневно он несет службу и проверяет каждый винтик ледокола. У меня все свистит, сумит, крутится. Теплоход простой, больше ухода, чем новые. Для перевозки пассажиров по маршруту Самара-Рождествено всю зиму использовали суда на воздушной подушке. Но из-за тяжелой ледовой обстановки они часто ломаются. Пассажиры надеются, что в ближайшее время они смогут без проблем передвигаться по маршруту. Там большой населенный пункт в Рождествено. Люди ездят в больницу, по каким-то делам, в администрацию. Все это очень серьезно. Я буду уверена, что я и туда, и обратно смогу приплыть. То есть они обычно четко по расписанию ходят, да? А с воздушными подушками? С воздушными, то есть можно туда пыть, а обратно не вернуть. Были такие моменты, что переправы никакой не было, что много подушек сломалось, даже одна подушка горела. Речной порт уже завтра планируют запустить ОМИКи. Билеты уже проданы. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. В Самаре трамвай опрокинулся на пять машин. ЧП произошло у торгового центра «Апельсин». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. В причинах аварии разбиралась мэрия Елчан. Камеры наблюдения зафиксировали сам момент ЧП. Видно, что трамвай под номером 20К заходит в поворот и неожиданно перелетает ограждение. К счастью, в этот момент пассажиров в нем не было. Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, вагон ехал из депо. Водитель остановился, вышел из него, чтобы проверить неисправность. Но трамвай поехал дальше. Нужно сказать, что водитель опытный. Она 16 лет за рулем трамвая. Она знает все его технические особенности, знает какие-то его там меры. Но вот то, что произошло, давайте будем разбираться. На завтра будет приказ. Мы ее отстраним от движения трамваев. Будет проведено обследование. Трамвай упал на пять машин. Руслан Коршенко – один из тех, кто выбрал сегодня неудачное место для парковки. Услышал громкий звук, вышел и увидел, как трамвай лежит. Страдали машины, моя машина тоже в глаза делала. Владельцы пострадавших машин получат компенсацию. Если она будет превышать то, что может предложить ОСАГО, ТТУ доплатит. Пробок на Новосадовы из-за инцидента как таковых не было. Специальные службы оперативно устранили последствия ЧП. Мэри Илчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События. 12 лет строгого режима. В Самаре завершился самый громкий процесс последнего времени. Бывшему росгвардейцу Дмитрию Сазонову вынесет приговор. Его обвиняют в получении взяток. Аргументы защиты и обвинения в нашем следующем сюжете. Продолжаю реализовывать преступный мысль о получении взятки в особо кровном размере. Сазонов 25 июля 2018 года. Все три часа, пока звучит приговор, Дмитрий Сазонов не находит себе места. И неудивительно, на кону 14 лет его жизни. Именно такой срок попросил государственный обвинитель. Поэтому я и не понимал вообще, как сегодня будет происходить. Потому что я не представлял, что, допустим, судья может какое вынести решение. Потому что слишком много всего того, что не доказывает, скажем так, мою вину, особенно по первому эпизоду. Расследование громкого дела тянется с лета 2018 года. Тогда полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова задержали сотрудники ФСБ. В момент получения взятки в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги ему передал сослуживец. Якобы за то, что силовик помогал или, как говорят на жаргоне, крышевал частное охранное агентство. По версии обвинения это длилось 10 лет. А ЧОПы, о которых идет речь, контролировались преступной группировкой, известной как «Законовские». Следователи посчитали. В общей сложности Сазонову передали порядка 30 миллионов рублей. Кроме того, экс-силовик получал дань от фотоагентства, работавшего в крупнейших роддомах Самары. Это, кстати, единственное, что признает Сазонов. И то частично. Обвинение в связи с самарской мафией категорически отрицает. Судебный процесс стартовал еще осенью прошлого года. И вот итог. Сазонова признают виновным по всем статьям. Но приговор оказывается чуть мягче, чем просит прокурор. 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший полковник должен выплатить государству 220 миллионов рублей. В целом, приговор соответствует занятой позиции государственного обвинения. Суд, рассмотрев доводы страны обвинения и доводы страны защиты, пришел к выводу, что виновность Сазонова в данных преступлениях доказана представленными доказательствами. С приговором не согласны. Будем его обжаловать в апелляционном порядке. Дмитрия Сазонова лишили воинского звания полковника. Кроме того, ему запрещено в течение 10 лет работать в силовых структурах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. На минувшей неделе стало известно, что у четырех школьников 36-й Самарской школы диагностирован туберкулез. Городские власти держат ситуацию на контроле. В здании провели санитарную обработку. Есть ли опасность для остальных учеников, выяснила Мария Левина. Без паники родителям 36-й школы объясняют, волноваться не о чем. Специалисты их пригласили на собрание. Объясняют, источника заражения в школе нет. По каждому случаю было проведено эпидемиологическое расследование с оценкой своевременности, полноты и качества всего комплекса противоэпидемических мероприятий. В этот комплекс противоэпидемических мероприятий входят мероприятия по поиску возможных источников в образовательном учреждении. Заключения по случаям инфекционных заболеваний, зарегистрированных в 2019 году, однозначны, что источников в образовательном учреждении для заболевших детей нет. Мне стало чуть-чуть спокойнее в плане того, что мне 100% уверили меня в том, что будут обезопасны классы. Волноваться родители начали после того, как стало известно, что за последний год у четырех школьников из разных классов был диагностирован туберкулез. Первый случай прошлой весной, последний в этом месяце. Беспокойство подогревало слух о болезни учителя физкультуры, но, как выяснилось, мужчина работал в школе до 2018 года. И тогда проблем со здоровьем у него не было. Поэтому заболевания детей никак с этим фактом не связаны. Тем более, после каждого зафиксированного случая в школе проводились профилактические работы. У Елены Андреевской здесь учатся двое детей. Женщина сначала тоже запаниковала, но после консультации с врачами успокоилась. Я проконсультировала с врачом с 15-й поликлиники, куда мы прикреплены, мои дети. И поняла, что, собственно говоря, проблем-то никакой нет. То есть, да, есть какая-то паника, но паникуют те, кто не знает, наверное, о том, что делать для того, чтобы предотвратить. Я считаю, что здоровые дети в наших руках. Почему такая ситуация сложилась? Наверное, лишь только одно могу сказать. Родители не были проинформированы вовремя, не была правильно проведена разъяснительная работа администрации школы. Директору объявлен выговор. Лично под моим контролем находится данная ситуация. Директор школы предпочел отмалчиваться. Вы нам дадите сегодня комментарий. Они подают. А почему вы отказываетесь? Не даю. В конце этой недели, с пятницы по воскресенье, школа работать не будет. По просьбе родителей здесь проведут повторную дезинфекцию. На эти дни будет организовано дистанционное обучение. А для родителей будет организовано дежурство передвижного флюорографа, чтобы каждый мог пройти обследование. В профилактике это все наши профилактические медицинские осмотры на туберкулезную инфекцию. Если дети, в основном маленькие дети, это вакцинация БЦЖ, более старшие дети до 7 лет, это реакция МАНТУ, ежегодно, каждый год ставится. После 8 лет это делается проба диазкин-теста, с 15 лет флюорографическое обследование, раз в год. Следите за своими и предупреждайте вот это. Конечно, здоровый образ жизни. В ближайшее время школа повторно обработает также от грызунов и насекомых. Самара ГИС будет держать вас в курсе событий. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Печальная статистика отравлений газом в регионе растет. Только за одну неделю в Самаре зарегистрировано 5 случаев. Всего с начала этого отопительного сезона зафиксировано больше 20 ЧП. И потому, говорят специалисты, не удивляйтесь, если на пороге вашего дома вы увидите газовиков. На одну из проверок оборудования отправилась и наша съемочная группа. Здравствуйте, администратор Косновинский район. Газово будет. Ходите. Пенсионерка Татьяна Дашкина живет в этой квартире с 2008 года. При заселении муж сразу сделал ремонт. Купили новую газовую колонку и плиту. В течение 10 лет проверок сотрудники газовой службы не выявили ни одного случая нарушения эксплуатации техники. Да и сама Татьяна знает элементарные правила безопасности. То, что проветривает, то, что если что-то вдруг заводить сразу в аварийную службу, это обязательно для того, чтобы не было утечек, для безопасности и квартиры, и вообще всего дома, всего подъезда. Живущий этажом выше Людмила Ольховская уже не раз вызывала газовиков. Ломалась колонка. А однажды женщина почувствовала запах газа. Я вот иногда что-то тут работала на кухне и чувствовала запах. Я говорю, что-то не то. Ну, потом пришли специалисты, посмотрели, проверили. Хорошо, что вот служба газовая так хорошо работает. Навестили нас, устранили все эти неполадки, и мы очень рады. Запрет на пользование неисправными газовыми приборами – залог безопасности. В последнее время по всей стране участили случаи взрывов в многоквартирных домах. Статистика показывает, что большинство из них происходит после самостоятельной установки оборудования. Если в помещении запахло газом, необходимо как можно быстрее перекрыть краны, прекратить подачу газа и набрать 0,4 или 101 для сотовой связи. Цель ежегодной технической проверки – не допустить возникновения подобных ситуаций. При проверке оборудования проверяются резьбовые соединения, наличие сертифицированных шлангов, вот здесь они сертифицированы, желтые диэлектрические шланги, также работоспособность приборов, то есть это газовая плита и газовая колонка, наличие тяги вентканале в дымоходе и также наличие вытяжного зонта. С 2006 года в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением правил пользования газом в быту. От отравления угарным газом пострадали более полутора тысяч человек, 200 из них погибли. Зачастую газовики сталкиваются с тем, что жильцы не пускают их в квартиру. То дверь боятся открыть, то дома нет никого целыми днями. Приходится проводить повторные проверки, так как основная масса жильцов в дневное время работает. Мы работаем с управляющими компаниями, со старшими по домам, управляющими микрорайонами. Узнаем, когда жильцы бывают дома, в какой момент можно к ним подойти. На текущий момент в Красноглинском районе газовая служба проверила 844 дома. Это примерно 80% от общего количества газифицированных домов. Обход квартир планируется закончить до 28 февраля. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События. Какой будет территория возле Самара-Арены, решат по итогам открытого международного конкурса. К участию приглашаются российские и зарубежные архитектурные бюро, институты проектирования. Подробности на большой пресс-конференции в Москве рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Основные тезисы в нашем следующем сюжете. 360 гектаров. Такую территорию рядом со стадионом Самара-Арена предстоит комплексно застроить и благоустроить в ближайшие несколько лет. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, данная площадка уже является одним из центров притяжения жителей и гостей города. Теперь задача стоит в том, чтобы дать новый импульс развитию данной территории. Спортивные площадки, зоны отдыха для детей и взрослых. По задумке организаторов конкурса, возле Самарского стадиона должна кипеть жизнь. Территория, которая сегодня обсуждается, для города крайне важна. И я очень надеюсь, что лучшие творческие умы, что лучшие архитекторы примут участие в этом конкурсе. И мы получим территорию, которой будем долгие-долгие годы гордиться и представлять ее нашим гостям и, конечно, жителям города. Международный конкурс пройдет в два этапа. До 20 марта оргкомитет соберет заявки и портфолио. Выбирать победителей первого этапа будет профессиональное жюри. В его состав вошли представители органов государственной власти региона, эксперты в сфере экономики, недвижимости, городского планирования, архитекторы. Председатель жюри, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во втором этапе определят трех финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Участникам предстоит сформировать мастер-план развития территории возле стадиона. Общий призовой фонд конкурса превысит 14 миллионов рублей. Нам не нужна архитектура в чистом виде. Мы не проводим бумажный конкурс. Мы хотим получить практикоориентированное решение, которое поступит в работу региона и будет реализовано за тем, а для этого конкурс должен быть максимально приближен к реальности. И все, что в нем разрабатывается, должно быть экономически обоснованным. При формировании плана развития территории возле Самар-Арены планируется узнать и мнение жителей региона. И уже на основе поступивших предложений сформировать концепцию. Итоги международного конкурса подведут летом. Лариса Шлафаст, События. Самарцы выбирают парки и скверы, которые в следующем году благоустроят в первую очередь. Голосование проходило на сайте городской администрации и в специальных пунктах, которые открылись во всех районах города. В одном из них побывала наша съемочная группа. Благоустройство самарских парков и скверов в руках самих горожан. На выбор самарцам предлагают 20 территорий, для которых разработаны дизайн-проекты. Проголосовать жители могут в шаговой доступности от дома. В Самаре открылись 40 пунктов для электронного голосования. Парк культуры и отдыха молодежи. Выбираем, ставим галочку. Свой выбор Валентина Федоровна Косенкова сделала в пользу родного района. В пункте голосования специалист помог оформить небольшую анкету и отправить голос в пользу конкретного проекта. Я проголосовала за свою территорию, я так называю, потому что это моя родина, это любимая Самара, это наш промышленный район, демократическая улица. Список территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» сформирован в начале февраля по итогам общественного голосования, организованного на сайте Департамента городского хозяйства и экологии. Во всех районах Самары прошло общественное обсуждение дизайн-проектов. Внесены изменения с учетом мнений горожан и профессионального сообщества архитекторов. В пунктах для голосования специалисты могут познакомить жителей со всеми проектами. Отдать свой голос можно за любой. В первую очередь надо прийти с паспортом обязательно, просмотреть все проекты и уже решить, за что они будут голосовать. Проголосовать можно и не выходя из дома, заполнив специальную форму на сайте городской администрации. Голосование продлится до 1 марта. Территории, набравшие большее количество голосов, обновят в следующем году в первую очередь. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Цифровая или бумажная – вот в чем вопрос. Самарцам рассказали о плюсах электронной трудовой книжки. Новый формат должен существенно улучшить качество обработки данных. О тонкостях переходного периода расскажет мэри Елчан. Для тех, кто в следующем году впервые устроится на работу, сведения о трудовой деятельности будут фиксироваться только в электронной форме. А значит, доступ к информации о работнике станет удобнее и быстрее. Повысится и уровень безопасности данных. А также появятся возможности дистанционного трудоустройства. Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получать через личный кабинет на сайтах Пенсионного фонда России и Госуслуг. Я думаю, что для работников, безусловно, не всех, может быть, кто-то будет недоволен, может быть, в малом бизнесе, или те, кто предпочитает нелегально работать, это не очень понятно и не очень интересно. Для работников предприятия, мне кажется, это дополнительное такое удобство. Те работники, у кого имеются бумажные трудовые книжки, могут их сохранить. В этом случае работодатели будут ввести сразу два документа и отражать изменения как в бумажном носителе, так и в виртуальном. Теперь работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд информацию о кадровых изменениях, о переводе, увольнении или повышении работника. За невыполнение предусмотрена административная ответственность. Переход к новому формату трудовых добровольных и будет осуществляться только с согласия человека. До конца этого года каждому работнику необходимо сделать выбор и написать заявление о том, как он хочет фиксировать свою трудовую деятельность. В случае, если работник выбирает бумажную трудовую книжку, то работодатель просто продолжает ее вести и при увольнении выдает ее на руки. У следующего работодателя такой работник также имеет право заявить о ведении бумажной трудовой книжки или изменить свой выбор. С начала года 30 тысяч работников в Самарской области сохранили бумажные трудовые, а около 7 тысяч решили перейти на электронный вариант. Мэри Илчан, Константин Головин, События. Современные технологии на вооружении самарских хирургов. Медики совместно с программистами из Центра прорывных исследований информационных технологий в медицине, сам ГМУ, изобрели уникальное программное обеспечение. Чем оно может помочь врачам, узнала наша съемочная группа. У нас сейчас будет операция виртуальной реальности. Для этого нужно будет одеть очки, нужны будут манипуляторы, с помощью которых выбираются инструменты и, соответственно, проводим операцию. В виртуальном хирургическом кабинете все как в реальности, только без затрат на медицинские материалы. Здесь студенты-медики могут обучиться делать экстренные операции, не выходя из стен вуза, например, трахеостомию, чтобы спасти пациента у врача в распоряжении считанные минуты, в течение которых он должен восстановить дыхание. Также можно освоить принципы каникотомии. Эта хирургическая манипуляция может понадобиться для спасения жизни даже здорового человека, в случае, когда в горле застрял кусочек пищи. Медики говорят, что в виртуальной реальности можно отработать правильный алгоритм действий. Я считаю, что это внесет большой вклад в образовательную программу, как студентов, так и медических ординаторов, и уже врачей, потому что в условиях одного кабинета сразу несколько специалистов могут провести операцию, изучить ее и в какой-то мере освоить. И уже придя в реальную операционную, они понимают, какой этап операции, что нужно делать. В виртуальной реальности подобные операции на мягких тканях еще не проводились. Самарская разработка заинтересовала специалистов во всем мире. Во всемирной паутине за четыре месяца ее скачали более десяти тысяч раз. В ближайшее время программисты планируют завершить разработку виртуальной операции по резекции щитовидной железы. У нас полностью смоделировано и тело человека, и все реакции, которые сопровождаются во время операции. Соответственно, студент выбирает необходимый инструмент и может провести ту или иную манипуляцию. Разработчики создали и виртуальную больницу по проекту «Бережливая поликлиника». Здесь можно провести полноценный прием пациента. Сейчас мы находимся в виртуальной поликлинике. Здесь студенты-медики отрабатывают навыки ведения приема и общения с пациентами. Например, сейчас ко мне придет скандальная пациентка. Еще одна новинка с МГМУ разработана для обучения сотрудников железной дороги. В виртуальной реальности они могут научиться проводить осмотр вагонов, выявлять дефекты механизма и даже провести небольшой ремонт. В реальности сборка-разборка учебной пары происходит на базе учебного депо. Поскольку это производственный объект, то есть там происходит реальное обслуживание реального подвижного состава, высокая вероятность травматизма и студенты очень сложно воспринимают информацию, поскольку звуковое загрязнение присутствует. Соответственно, мы создали тренажер, который позволяет индивидуализировать процесс обучения. В виртуальной реальности проводят и психологические тесты по подбору персонала, проверяют способность человека работать в условиях стресса. Во время выполнения тестов от датчиков ничего утаить не получится. Они фиксируют каждое движение, следят даже за зрачками человека. Работодателю это поможет узнать, насколько человек многофункционален и даже определить склонность к коррупции и зависимостям. Специалисты считают, что эта разработка будет эффективна, например, в предрейсовом освидетельствовании водителей-дальнобойщиков, для того, чтобы зафиксировать замедленные реакции и в итоге избежать трагедии на дорогах, а также во многих других сферах. В ближайшее время эту разработку на вооружение возьмет одна из передовых компаний России. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова